В эфире Вести мы продолжаем наш выпуск. Маленькие на выход. Детскую театр-студию с 20-летней историей выбрасывают на улицу. Кому понадобилось помещение? Маленькие творческие мастерские на песчаной улице под угрозой закрытия. По бумагам на реконструкцию, но при этом преподаватели вынуждают расторгать трудовые договоры, а помещение требуют освободить. Знаменитый детский клуб успешно работал более 20 лет. Выдержал лихие 90-е, перенес оба кризиса и вот теперь может не пережить обыкновенного ремонта. Кому и зачем это нужно, разбирался Александр Карпов. Тут мы в истории искусства рисования проходили. Тут обычно мы занимались пластикой и речью. Дети едва сдерживают слезы, прощаясь с клубом, который считали родным домом, где они выросли как творцы и художники. Едва не плачут и педагоги, собирая дорогие сердцу детские поделки, картины и декорации. Все это чиновники микрорайонного масштаба приравняли к мусору, повелив очистить помещение и выметаться в освояси. Это личные вещи. У нас не стоят эти вещи на балансе. Столы, стулья, кресла, целая кладовка посторонних вещей. Первое, что нам сказали, когда пришли к вам, пришла советская власть. Да, мы очень удивились этому, поскольку она у нас уже была. Была проверка управления культуры и выявила, что там была скрытая школа. Феерический бред. Маленькие творческие мастерские на песчаной вполне открыто работали под государственной вывеской 20 лет. Скрытая школа на деле известна всей России. Ее организовали для своих детей актеры и режиссеры ведущих московских театров, которых не устраивало среднее во всех смыслах образование. Мы пришли в городской клуб «Факел», устроились туда педагогами и под это, и брали этот, уже ремонтировали, как филиал клуба «Факел». Моя дочь ходила туда, в этот театрик маленький, и там всегда была такая замечательная атмосфера, причем без назидания, без муштры, а с присутствием чувства юмора во всем. Неважно, будут они актерами, не будут ли, но их это духовно напитает. Актерское мастерство, танцы, живопись, скульптура, иностранные языки. Здесь каждый занимался, чем хотел, и все делали своими руками. Итог обучения – выпускной спектакль. Идея оказалась настолько удачной, что детей на занятия везли со всей Москвы. Первые выпускники давно работают здесь же педагогами. Всю свою жизнь я провела здесь, можно сказать, что я здесь выросла. И сейчас я продолжаю это дело и преподаю здесь английский. Я люблю это место, я не могу отсюда уйти. И я хочу, чтобы у детей, которые сейчас сюда приходят, у них было то, что было у меня в детстве. Организаторы маленьких творческих мастерских всегда полагали, что делают важное государственное дело. Воспитывают для своей страны будущих педагогов, актеров, переводчиков, да просто просвещенных сограждан. Оказалось, ошибались. Нас в один день всех уволили, перевели на срочный договор, который вот 31 мая, собственно, вчера, вот с этого момента там больше никто, мы там никто. Что там чиновники намудрили с бумагами, точно неизвестно. Но мастерские де-юре исчезли. Теперь это даже не филиал клуба, а просто подвал, лакомая недвижимость. Де-факто ликвидирован уникальный творческий коллектив. У нас пятеро детей, когда мы сюда пришли, у нас было трое детей. И вот сейчас уже трое ходят сюда, и вот еще на подходе двое. И это самое человеческое место, в общем-то, в Москве. Я, например, член двух творческих союзов. И я не понимаю, почему мы должны идти на поводу каких-то малообразованных людей, которые сейчас называют себя руководителями культуры. Правда, в окружном управлении культуры обнадежили, оказывается, проблема решается одним розчерком пера. А декорации, мол, вывозят лишь на время косметического ремонта. Если с первого сентября те педагоги, которые занимались до 31 мая, до вчерашнего дня, придут и напишут заявление и будут продолжать эту деятельность, никто им не откажет. Они могут прийти лично к вам? Могут. А почему нет? Маленькие творческие мастерские работали и будут работать. Либо в управлении не ведают, что творят их подчиненные, либо после смены таблички в подвале откроются какие-нибудь коммерческие курсы кройки и шитья. В Москве такое бывало не раз. Я считаю это абсолютно нетерпимым, просто уже непереносимым. И как москвич, вот коренной, и просто как художник, вот сквозь такого рода акты проступает черствость и какая-то такая беспощадная безразличие. Именно под предлогом ремонта уже выселены и закрыты десятки учреждений культуры. Прежде всего детские библиотеки, клубы, театры. Мы будем следить за ситуацией и обязательно заедем на Песчаную улицу после 1 сентября. Александр Карпов, Александр Кочаровский, Вести, Москва.